Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня хочу вспомнить командира легендарной 136-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта, проявившего себя в ходе прорыва блокады Ленинграда. Но давайте обо всем по порядку. Итак, наш герой Симоняк Николай Павлович родился 17 февраля 1901 года. С мая 1918-го он в рядах Красной Армии принимал участие в гражданской войне, сражался на юге страны. В преддверии Великой Отечественной войны участвовал в Зимней войне с Финляндией, в ходе которой были отодвинуты границы от Ленинграда и Кировской железной дороги. А также по условиям мирного договора с Финляндией была создана военная морская база на полуострове Ханка, являвшемся естественными воротами в Финский залив. Собственно говоря, именно на Ханке Симоняк, командуя 8-м стрелковым корпусом, встретил Великую Отечественную войну. Пять месяцев гарнизон базы будет сдерживать финские войска, и только в конце октября 1941 года по ряду объективных причин начнется его эвакуация. Ведь враг стоял в пригородах Ленинграда и удержание Ханки было нецелесообразным, тем более снаряды были на исходе, а впереди был ледостав. И гарнизону бы уже пришлось держать круговую оборону. Поэтому 2 декабря 1941 года полуостров покидает последний защитник. И в Ленинграде из 8-го стрелкового корпуса формирует 136-ю дивизию, в которой предстояло принимать участие в боях на Ленинградском фронте. В частности, 136-я дивизия участвовала в Синявинской операции в августе-сентябре 1942 года, цели которой достигнуты не были. А впереди была операция «Искра», название которой выбрал сам Сталин. Согласно ей, части Ленинградского и Волховского фронтов должны были ударить навстречу друг другу и срезать бутылочное горло, образованное немецкими войсками. Все зависело от погоды, требовался толстый лед для прохода танков. И вот 12 января 1943 года, после мощной артподготовки авианалета, 67-я армия Ленинградского фронта приступила к форсированию реки. В части 268-й и 136-й стрелковых дивизий при поддержке легких танков Т-60 и бронеавтомобили форсируют Неву и закрепляются на противоположном берегу. После чего начинают наступление навстречу Волховскому фронту. Также в это время начинаются работы по намораживанию льда для прохода танков Т-34. А в это время удар с Невского пятачка не удается. Тем не менее, оборона врага была прорвана благодаря удачному наступлению под Марьино. Немцы, в свою очередь, наносят контрудары по 268-й стрелковой дивизии, основой которого был 502-й танковый батальон, в котором было 7 тигров и полтора десятка трешек. Разгораются неравные бои с нашими бронеавтомобилями и танками Т-60. Кстати, эти танки немцы укажут как Т-34. Естественно, наступление в полосе 268-й стрелковой дивизии затормозилось. Ну вот, 136-й стрелковой дивизии пока никто не мешал, и она шла на восток навстречу Волховскому фронту. Причем, немецкое командование настолько увлеклось боями с Ленинградским фронтом, что не сразу заметило, как фронт был прорван на востоке. Когда это заметят, будет уже поздно. 18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов встретились. Блокада Ленинграда была прорвана. За эти бои 136-я стрелковая дивизия была переименована в 63-ю гвардейскую стрелковую дивизию, а Симоняк Николай Павлович был удостоен звания Героя Советского Союза. Дальше он продолжил сражаться под Ленинградом, командуя 30-м гвардейским стрелковым корпусом. Участвовал в операциях «Январский гром» по полному снятию блокады города. После наступал в направлении Нарвы, затем в начале лета 1944 года участвовал в освобождении Выборга. А после наступал в ходе Таллиннская операция, когда советские войска проходили в день до 40 километров. Сама же операция была частью более крупной Прибалтийской стратегической наступательной операции. С октября 1944 года генерал Симонюк командует уже 3-й ударной армией и принимает участие в Висло-Одерской наступательной операции в составе 2-го Прибалтийского фронта. Затем в Восточно-Померанской наступательной операции, которая станет поворотной точкой для советского генерала. Так, 4 марта 1945 года фон Пентау соберет боевую группу из боеспособных немецких частей и сможет пробиться к своим войскам на лотере. За это Симонюка снимут с должности. Его сменит генерал Кузнецов, встретивший войну еще в Белостокском выступе. А Симонюк станет командующим 67-й армией, которая будет блокировать Курлянскую группировку противника, вошедшую в историю под названием как лагерь вооруженных военнопленных. 24 июня 1945 года Николай Павлович принял участие в параде победы на Красной площади. В армии служил до 1948 года. После по болезни отправлен в отставку. Умер в Ленинграде в 1956 году. А на этом у меня все. Всем желаю крепкого здоровья, до скорых встреч, до свидания.